Илита Арксплюй Продакшн представляет. Когда она использует рефрешер, у нее просто ульта заканчивается и начинается заново. Она не может использовать две ульты подряд. Давай сначала я вам покажу, как работает ее ультимейт. Мы ультуем в замесе, и наши духи кусают рандомные цели. Вот вы видите, когда кусают, идет пульсация с зеленым цветом. Пульсирует. Оп. Пульсирует, пульсирует, пульсирует. Но! Когда мы начинаем атаковать цель, они начинают кусать только ее. Видите, пульсирует только одна цель. Это очень важно, и не все об этом знают. Я позже скажу, в чем косяк многих игроков за этого героя. Теперь смотрите. На этого героя собирают два основных предмета. Ну, не будем там говорить про блудстоны. Это уже другая история. Во-первых, это ветра. Для чего собирает ей ветра? Ультуем, входим в замес, используем ветра. То есть, когда мы используем ветра, ульта продолжает действовать. Но при этом нас не могут атаковать. У этого предмета, кроме этого, еще один плюс. Это увеличение скорости передвижения. То есть, бандша в итоге у нас очень быстро передвигается. Но, самым большим минусом, что мы в полете находимся очень малое количество времени. То есть, практически этот итем становится бесполезным для нас. Ну, давайте еще раз покажу. Вот сколько времени? Мы ультанули, вошли в замес, заюзали ветра, все. А что делать дальше? Дальше нас убивают. То есть, бессмысленно. Именно поэтому в первой доте был популярный такой итем, как лотар. Лотар. Именно лотар. Или шадо бой, как во второй доте называют. То есть, я ультую, хожу в лотар, все, нас не видно. При этом ульта работает и всех дамажит. Вы видите, да? Бьет, кусают, 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 кусают. Ну, опять. В самом начале я вам говорил про ошибку всех игроков за Dead Profit. Всякие эти ветра, лотар, это наихудший вариант. Потому что в замесе духи будут кусать рандомные цели. А у нее невероятно мощный ультимейт. И если она будет атаковать конкретную цель, она может ее убить с вероятностью практически 100%. При том, что даже если у нее будет БКБ. Ультуем. Атакуем Свена, у которого 3200 хп с Тараской. И у нас ультимейт всего лишь первого уровня. Мы соло можем его убить. Соло. Давайте подойдем поближе, чтобы они чаще его кусали. То есть, чем вы ближе к цели, да, тем чаще кусают духи. Когда вы далеко, духи пока укунут, сделают укус. И пока долетят до вас, много времени будет затрачено на это. Поэтому, я сейчас тоже буду играть почаще из этого героя. Потом буду там делать висплей. Буду подбирать новую сборку. Поэтому запомните. Лотары ветра это все-таки худший вариант. Потому что вы не атакуете вообще с руки. И духи не атакуют конкретную цель. Это огромный минус. Вы можете убивать очень сильных литовиков. Возможно, скорее всего, надо будет тарить, в первую очередь, БКБ всякие, бутстоны и так далее. Чтобы вы могли все время бить. Я думаю, теперь вы понимаете, как работает ее ультимейт. И еще давайте рассмотрим пару особенностей ультимейта. Как я уже сказал, БКБ, он не защищает от ультимейта Dead Profit. Потому что там идет физический урон. Давайте мы это проверим. Используем БКБ. Видите, урон все равно проходит. Вот. И зеленая пульсация идет. То есть они атакуют цель. Но! Если враг соберет Блэдмейл. Нам будет больно. Будет попка-боболь. Бобо будет попка-бобо. Ультуем. Враг использует Блэдмейл. Мы сами себя дамажим. Вы видите. Тем более, если мы сделаем еще и так. А если сразу много врагов соберут Блэдмейл, мы можем себя убить. Но это очень редко. Это невероятно редко. Я думаю, можно даже не заморачиваться по этой теме. Все. Ультимейт Dead Profit очень сильный и очень хороший. В первую очередь под ультимейтом бейте с руки врага. Но не нужно бить по Блэдмейлу. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.